Всем привет, с вами Эксириус12, мы продолжаем проходить игру GTA Vice City с аддоном Deluxe. Так, что мы сегодня будем делать в этой серии? Давайте подумаем. Эту миссию мы прошли, прошли, прошли. Так, вот здесь можно зарабатывать деньги, ну, сделать так, чтобы он деньги приносил. Но, это я вам под конец серии покажу, как сделать. Там ничего сложного, там просто надо 10 минут времени, и всё. Но, эти 10 минут будут скучными и ужасными, поэтому я оставлю это на конец серии. Так, ну, а пока, давайте, я не знаю, у нас 140 тысяч, можем покупать недвижимость. Так, но, насчет недвижимости, я не совсем уверен, потому что я не знаю, никак не могу определиться, что купить. Ну, на выбор есть таксопарк, доездил себя, так, есть таксопарк, потом типография есть, помню. Чё ещё есть? Клуб Малибу есть, знаю, но я не совсем уверен, что это всё. То есть, мне кажется, мне, ну, мне кажется, что есть ещё пару зданий, где есть квесты, если их купить, а не откроются, но я не помню. Ну, не знаю, может вспомню. В любом случае, рано или поздно я их все найду, иначе мы игру пройти не сможем. Не знаю. Пока давайте, наверное, Малибу... Малибу купим? Да. Наверное, я купил пока Малибу. Здорово, мужики, я сейчас вам не буду служить. Так, 120 тысяч, как мне охрен делать? Потому что, чё, почему я купил Малибу, у них интересные квесты. Ну и, наверное, давайте начнём их выполнять. Нет выхода. Так, ну это я пропускаю нам, и так будет понятно, что делать. Из места его ареста. А, помню эту миссию. В общем, сейчас... Стелс 2005-х годов. GTA. Ну, или какой там год был, когда аддон их вышел. Так, мы сейчас, наверное, загоримся после приземления. Но... Я надеюсь, что я успею выйти. Нет, мы ещё не горим. Вот теперь горим. Причём приземлились-то мы офигенски. Ладно, идём дальше. Мы в штабе полиции. У нас есть... Слышите оружие или перестаньте лицом к лицу перед последствиями. Понятно. Оружие нельзя заставать перед ментами. Давайте пройдём в раздевалку. Ну, как вы понимаете, мы сейчас переоденемся. Понятно, в кого. Так, что ещё? Карточку-ключ к камере можно найти на верхнем этаже участка. Это понятно. Это всё легко. Так, у нас один пистолет из оружия. Это очень плохо, потому что нам сейчас нужно будет оружие. Ну, сегодня я что-то не хочу заморачиваться. Скорее всего, просто чит веду на оружие. Так, вон это ключ-карта, но здесь есть ещё скрытый пакет где-то. А, вон он, вон он. Вижу, вижу. Давайте его сначала возьмём. Конечно, мы их все не соберём всё равно, но какая разница. нутертоус. Чё, я код вёл? Нет? А, вот. Так. Сейчас нам особенно пригодится вот эта штучка. Потому что их реально будет много. Блин, у нас даже брони нет. Может, тут где-нибудь броня есть? Камера тут, конечно, немножко странноватая. Вот это наш мужик сидит. Почему-то, правда, розовая метка с другой стороны. А, ну да, тут же это, ключ-карта. Да, мужик, тебя убьют. Позьми минуты, достой меня, брата, домой. Сразу нам дают четыре звезды. У нас даже машины нет рядом. Так, ну, самая лучшая идея, что менты с УЗИ. Ахаха, прекрати. Самая лучшая идея, это... Гасить их огнём. То есть, не переставая стрелять, иначе они вас точно загасят. Я не хочу рисковать. Поэтому сегодня у нас серия такая, с читами. Офигеть, расстреляли прям. Ну, а теперь сами подумайте, что было бы, если ПЕС одним пистолетом начать. Мен. Мен. Зараза, мен. Так, и нам... А-а-а-а. Бляхомуха. Что к тебе, леший? Ну да, без брони здесь никуда. О, такси. Такси, это хорошо. Такси, во-первых, оно нас довезёт до... Клуба. Молодца. Проезжай. Но я пока не спешу. Туда лучше возьму броню. Но оружие я код веду. Я бы купил, мне не лень, но мне лень ехать в этот вооружейный магазин. Ну, просто оно реально далеко. Так бы я купил. Без читов, в принципе, можно пройти. Но неохота заморачиваться меня. Нет выхода. Да знаю, что там нет выхода. Так, и теперь давайте как-то более тактично подойдём к этому делу. Подготовимся, скажем так. Так, ну, нам нужна будет машина. Быстрая и хорошо управляемая. Нет, BMW на эту цель явно не подходит. О, ещё один пакет. Норм. Вот эту машинку возьмём, Mitsubishi. Так, радио я буду теперь выключать. Кстати, я забыл об этом сказать. Потому что парочку видео прохождений по ГТА забанили как раз-таки за радио. Не хочу рисковать больше. Ну, не забанили это. Они сделались некоммерческими. То есть, поначалу они вообще не выкладывались. Потом Ютуб всё-таки сжалился надо мной и согласился оставить видео, но с условием, что я соглашусь, что это некоммерческое видео. То есть, деньги мне за него не платят. Конечно, там копейки за одно видео платить, но... Неохота себя плюшек лишать, скажем так. Да и это ещё ладно, в принципе, деньги-то фиг с ними. Как я уже сказал, копейки за одно видео будут, но... Есть риск, реальный риск, что могут, если не канал забанить, то как минимум видео заблокировать. А это, как вы понимаете, не есть, хорошо? Бывает, даже и канал страйки получает. Ну, не у меня, а у меня, к счастью, всё нормально. Ту-ту-ту, чтобы не сглазить. Ну, в общем, смысл в том, что радио я могу выключать. Как вы скажете? Уж извините, но там, в принципе, ничего сверх такого важного не играет. Постань немного и доставь меня обратно домой. Домой-то я тебя доставлю, мужик. Только вот... Как ты понимаешь, сначала нам пострелять придётся. Контр-страйк, начало. А чё, так же бронежилеты. Количество 100 единиц, так же эмочки, так же здоровье. Мы, похоже, сейчас в роли террористов. Просто у нас тип из нас. Не, надо заканчивать. Вообще, я так-то не играю в Контр-у, но... Почему-то у меня эта миссия ассоциируется именно с Контрой. Так, меня, походу, стреляют сзади. Да. Да. Да вы меня вообще расстрелять должны были. Да откуда вы берётесь там? Давайте туда гранат накидаем. Блин, как... Блин, ну тут... Тут я уже тупанул конкретно. Но я не ожидал, что его через стену гранатой убьёт. Максимум, что там могло случиться, это... Оглушило бы. Или контузия лёгкая. Ну, не знаю. Ну, убить гранатой. Да ещё нас покоцало так, что чуть не убило. Бред, конечно. Хотя, о чём это я, если это... Это же... ГТА. Возможно, всё. Во, мотоцикл это хорошо. Вот на мотоцикле нам будет хорошо уходить от ментов, на самом деле. Всё, сейчас должно всё окей пройти. Броник опять возьмём. Зачем я радио включаю? Вот, вот так. Ладно, идём в клуб опять. Попытка номер три. Запись в дневнике номер три. Опять пытаюсь захватить... Не. Опять пытаюсь освободить Кента Джона. В этот раз, надеюсь, копы меня не убьют. Ну что ж, посмотрим, что получится. Записки Комин номер два. Не, номер три. Так, притормаживаем. Я кот наружи фигарил? Не, я не фигарил кот. Так, давайте... ...конкретно тактически мыслить. Я перемочу копов у входа, выбегу сразу налево, и тут у меня бац, мотоцикл. Давайте рассчитаем всё конкретно. Мне надо, чтобы мне было удобно... ...садиться. А чтобы мне было удобно садиться, надо его поближе к лестнице поставить. Вот. То есть не надо никуда не поворачивать. С лестницы спустился, сразу сел. Хорошо. Теперь идём шмот берём. Да, просто так, мужик зашёл, пошёл в раздевалку, переоделся, норм, чё. Ну, ладно. Как я уже говорил, это же ГТА. Взяли пропуск. Ввели чит на оружие. Так. Ну, чит я, если не забуду, напишу в описании к видео, но вообще все читы можно в интернете уже давно-давно найти. Там не только на оружие есть, там много чё есть. Но, если кому лень искать, я постараюсь не забыть. Напишу в описании к видео. Ну, вообще, нутр-тоус. Кем, Джонс? По-моему, две Т и две О. Я сделаю тебя. Как вы скажете? Ну, попробуйте. Постынь немного и достойь меня обратно домой. Так, гранат мне я больше не буду видаться на него нафиг. Как вы понимаете, это не есть хорошая идея. Ну, почему на ходу стрелять нельзя? Ну, хорошо, допустим, миниган, он большой, тяжёлый, неудобный. Это я ещё могу понять, а почему на ходу из другого лёгкого оружия нельзя стрелять. Так, своего будем убить. Аспиримся. Да, мужик, не надо бегать напротив линии огня, а. Идиот. Зараза, не убивай меня. Аспиринимся. А-с-пи-ри-не. Так, аспириня опять. В четвёртый раз меня уже не хватит. Вот надо было какой флот здесь. О, нам уже и машину тут приготовили. Ну, машина машины. Кен, садись. Садись. И. Д. Р. Патрульный инспектор дорожного регулирования. Так, быстро-быстро едем на метку. Насколько я могу понимать, нам надо ехать к этому. Ну, плоти и красть, где там цвет можно поменять. Офигеть, вот мне сейчас повезло. Если бы он меня сейчас сбил, пипец бы был. Так, а здесь проезд-то есть? Да, есть, слава богу. Так, проезжаем, проезжаем. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Вот я говорю, мотоцикл вещь хорошая, объезжать на нем удобно. На машине, где мы сейчас обязательно на шипы наехали, либо нас сбили уже давно. Ну, не сбили, а задели. Ударили в бок. Нас бы обязательно занесло. Потом бы нас выключили из машины, и вылезла бы надпись арестовой. Так, давайте подождем, пока звездочки полностью пройдут. Не знаю, конечно, что изменилось. Цвет вроде бы тот же. А по номеру двигателя вряд ли они могут меня определять. Ну, опять же-таки, о чем это я, это же GTA. Так, звездочки сейчас проморгаются, я надеюсь. А нам надо ехать на метро. Почему-то я думал, его надо в клуб отвезти, но нет. В таком случае, едем дальше. Вот-вот, за что я люблю мотоцикл. Кам-кам. Кам-кам. О, пенель. Кам-кам, что ли? Я собираюсь сделать работу, а вы мой надежный взломщик. В камере мне надрали задницу. Миссия пройдена. Так, давайте посмотрим, какое у нас оружие есть. Давайте потратим патроны на читерное оружие. В основном это снайперка и мини-ган. Все остальное, в принципе, достаточно обычное оружие, ничем не отличается. Ух. О-о-о, по-русски. Так, ну все, все остальное оружие достаточно обычное, его можно, я думаю, не тратить. Ну, это я специально потратил, чтобы дальше интерес, ну, интерес сильно не падал. Это сейчас просто миссия такая хардкорненькая была. А дальше, в принципе, можно и без чуток проходить спокойно, без нервов. Так. А, сейчас это будет идиотская миссия. С тиром. Ну, ладно, я не знаю, выполним мы ее с первого раза или нет. Ну, что-то мне уже неохота дальше снимать. Давайте сейчас еще один разок попробуем, и если у нас не получится, часть закончена. А если у нас получится, мы крикнем ура, а потом закончим часть. Оп. Проскочили. Проехали. Кстати, давайте сохранимся, я не хочу заново перепроходить этот полицейский участок. Вот, сейф вот этот. Окай, все, успешно сохранено, это хорошо. Да мужик, блин, тебе в морду дать. Я владелец клуба, а ты меня не подпускаешь. Список целей. Так, отправляйтесь к амуниции, да, это та самая миссия. Ну, ладно, поехали. Вот на мотоцикле покатаемся. Здесь. Нам надо на самый север, где эти были рокеры в прошлых частях. Примерно там. Туда и едем. Так, мост. Не проехать бы мост, но, по-моему, вот он. Мост. Феррари, зараза, чуть меня не сбил. А, точно, киностудия. Вот я что забыл. Да, на киностудии тоже достаточно прикольная квеста. Доехали без приключений на задницу, я удивлен. Так, ну, а, поторговать с тобой нельзя. Нам надо миссию пройти. Дальность винтовки. Ну, пропускаем. В общем, нам надо стрелять по целям. Поразить как можно большее число целей из указанного лимита времени. Понятно. Когда у вас закончится время или боеприпас, этап будет окончен. То есть у нас ограничение по времени, либо по боеприпасам. Ближайшие цели оцениваются в 1 очко. Угу, понятно. Средние в 2 очка. Ну, вообще гасить стоит все. Самая дальняя цель оценивается в 3 очка. Окей, давай, начинаем. Ну, здесь я меньше всего очков набираю. Обычно я потом набираю много. Давай, начинай. Если вы покинете зону обстреливания... Так, все понятно. Давай уже быстрее. Три часа, блин. Пригодная амуниция. Пригодная. Целься. Три, два, один. Огонь. Кто озвучивал? Чем думал вообще? Так, просто сшибаем цели. Так, ну, читай, слишком сильно патроны трачу. Времени у нас в обрез. Короче, игра. Вовремя нажми кнопку мыши. Да башка, тупая башка. Офигеть, сказал я, конечно. Так, 13 патронов осталось. Ну, мы уже 20 набили. Можно сказать, это уже хорошо. Фух. Да, 20 ровно. Ну, достаточно таки неплохо. Потому что три этапа. По-моему. По-моему, три. Лимит времени. Все понятно. Это все тоже понятно. Давай дальше. Про очки лучше скажи. Все цели в этом раунде в одну очку оцениваются. Понятно. Целься. Три, два, один. В общем, они в окнах будут. Ну, достаточно, кстати, можно много очков набить. Просто выцеливайтесь. У нас есть целых 50 секунд. Поверьте, это более чем достаточно. Тут патроны быстрее кончаются. Просто вместо автоматической стрельбы используйте одиночную. То есть, мышку нажали, отпустили, нажали, отпустили. То есть, не зажимайте. Тут вполне можно было уже 60 набить. Но я что-то сам тупил. Иногда все-таки автоматически стрелял. Сейчас будем аккуратней. У нас еще целых 20 секунд. Не, времени здесь вполне достаточно. Жаль. Вот, 48 очков. Нам надо 12 набить. Я думаю, мы набьем. Вообще, ничего сложного нет. В реале бы, если бы так было. Ну, оценивалось бы все так. Достаточно легко было бы. Или тут, в принципе, легко. Так, сейчас главное не тупить. Не хочу заново перепроходить. Так, миссия неплохая. Так, у нас времени полно, но я кашу. Тут просто целиться неудобно после всех шутеров, что я прошел уже тут, конечно... Баба. Я тебя не люблю. Блин, кажется, я накосячил. У меня патронов не хватит, чтобы все очки набить, сколько нам надо. Нам надо 60. Вообще, как-то я миссию эту легко с первого раза проходил, но... Зона свободна. Я косячил. Ммм, блин. Фигово. Тут чё фигово? Не сама миссия. Просто, чтобы взять миссию заново, надо опять ехать к клубу Малибу. А как вы понимаете, ехать не туда... Ну, совершенно не охота. Так вы не хотите оказать мне услугу и помочь мне выполнить работу? Думаю, тебе надо хорошенько потренироваться. А так ты ничего не подстрелишь. Блин, чувак, если бы я 59 из 60 выбил, ты бы мне тоже самое сказал. Хотя разницы это никакой. Ладно, пофигу. Чё, с тобой можно поторговать? Чё ты продаёшь? Это мне не надо. Это у меня есть. Протекта. Ну, Спас-12, но это протекта. Спас-12, он совершенно другой. МП. Она же морковка. Эмочка. Снайпа. Ну, я тут только броню куплю с такими ценами. Где мой мотоцикл? Да, мужик мимо тебя с эмкой прошёл и стира вышел. МП. 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 Показать этот, как его, стрип-клуб, как деньги в нём сделать. Там достаточно всё легко. Ну, давайте тогда сначала в стрип-клуб съездим, потому что вырезать всё равно придётся. Сейчас съездим в стрип-клуб. В идеале бы сначала миссию взять, а потом ехать в стрип-клуб, но ладно. Блин, вот насколько игра детства считается этажкой, потому что сколько лет прошло, я до сих пор помню карту этого города. Я в своём так не ориентируюсь, как в этом. Хотя я не сказал бы, что слишком уж много и наиграл-то. Скорим, например, уже там 200 часов, если не больше, а всё равно как-то местность не сильно запомнилась. А здесь вот, в лучшем случае, 50 часов набиток всего вообще, с детства. А карта помнится как-то. Ну, там, конечно, размеры совершенно другие. Скорее, там, наверное, раз в 5 больше, чем на этой карте. Так, где этот стрип-клуб долг? Я помню, это маршрут примерный. А, вон. Проехали. Моцик тут оставим. Так, в общем, в чём секрет? Вот, смотрите, у нас сейчас денег 21 062 доллара. Считаем на калькуляторе, ещё где, можете вы умею посчитать. Вот это число, 21 062, минус 300, именно 300. Остаётся 20 762. Запомнили эту сумму, ну, у вас, конечно, может быть, по-другому будет. В любом случае, из ваших всех денег отнимайте 300. Запоминайте эту сумму и начинайте смотреть стриптиз. Вот она танцует и, сколько я там сказал, 20 762, по-моему. Вот пока эта сумма не будет на экране, не прекращайте смотреть. То есть, в чём суть? Нам надо потратить 300 баксов на стриптиз вот этот. И тогда у нас откроется добыча денег от этого здания. Ну, там, правда, немного, по-моему, полторы тысячи всего. Но факт остаётся фактом. Но, как вы видите, деньги она медленно собирает. Сразу ей 300 баксов отдать нельзя. Поэтому я вырежу. И начнём мы уже. Около амуниции я вырежу. Тут, конечно, потом покажут, что деньги клуб даёт. Но я не буду это снимать. Не хочу 30 раз видео прерывать. В общем, я сейчас вырежу и продолжим уже около амуниции. Как я буду туда ехать, тоже не хочу снимать. Ну, в общем, увидимся около амуниции. Ну и вот мы продолжаем. Я, кстати, немножечко ошибся. Я говорил, что клуб тот будет приносить полторы тысячи баксов. На самом деле, там он будет приносить четыре тысячи баксов. То есть, четыре тысячи, согласитесь, достаточно неплохо. Как вы видите, у меня сейчас осталось 702, а не 762. Но я решил с запасом ещё 60 баксов потратить. И всё, в принципе, клуб теперь даёт мне денег. Приносит. Так что... Пробуйте тоже, если хотите, если тоже играете. Кстати, по времени заняло... Ну, заняло не очень долго, минут 5-7. Ну ладно, берём миссию. Сейчас мы будем уже прям поодиночной стрелять. Аккуратной. И сдержанно, скажем так. Сконцентрироваться попытаемся. Ну, конечно, если у нас останется немало патрона и 10 секунд, то я уже врублю режим стреляя во всё, что движется. Но пока время есть, будем стараться выцеливать цели. Просто прицел ещё такой неудобный. Мышка как-то реагирует слишком быстро, блин. Зачем я патрон потратил, а? Ну всё, ладно. Вот тоже бесит. Это каждый раз объяснение. Пригодная амуниция. Целься. Три, два, один. Огонь! Погнали. Блин. Да, так я много не набью. Так, этому надо башку снести. Снёс. Как неудобно-то. Вот если бы это был обычный шутер, где ещё целиться можно нормально. Ну, то есть, мушку, пистолет есть. Тут вообще миссия без проблем проходила, даже интересно было бы. А вот так вот... Ну, хотя о чём это я? В то время, как игра только вышла, и так было, конечно, интересно. Я уверен. Так, ну вот мы уже набили больше 20, насколько я могу судить. Так, давайте... Ух ты! 23. Нормально. Ну, лучше, чем было. Вот сейчас главное вот на это мне натупить. На втором этапе можно очень много набить. Главное не психовать. Они тут вылазят достаточно удобно. То есть, чем больше, тем лучше. Сейчас так, что будем очень аккуратно выстреливать. Ай, давай начинай уже. Целься! Три, два, один, огонь! Ты, 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 блин, ну, мышка, ну, что ж тебя так уводит-то, а? Перезаряжается он как-то моментально, даже секунды не проходит, только звук щелчка какого-то слышно. Тоже у меня, блин, реалистичность. Опять же-таки, к чему я докапываюсь? Это же ГТА. Причем старое. В новой-то, наверное, уже такого нет. Так, ну вот мы уже набили. Пятьдесяточку. Даже больше. Зона свободная. 54. Ну все, в этот раз мы обязаны эту миссию пройти. Как я говорил, главное терпение. И... Ну да, в принципе, терпения будет достаточно. То есть не гасить все, что движется, а выцеливать цели. Насчет времени можно не беспокоиться, его хватит. Патроны в любом случае кончатся раньше. Так, сейчас главное не накосячить. Всего шесть очков надо. Это баба, блин. Так, четыре очка. Три очка. Два очка. Одно. Так, я должен быть уверен. Все, шестьдесят есть. Ну а дальше можно уже долбить. Жалко, семьдесят не набьем. Можно, конечно, семьдесят набить спокойно. Но, кстати, как вы видите, на третьем раунде в любом случае около двадцати набить уже сложно. Пятнадцать набить и то уже. Вернитесь к Филу, да. Возвращаемся к Филу. Так вы не хотите оказать мне услугу и помочь мне выполнить работу? Сынок, после такой стрельбы, если ты попросишь меня стать твоей женой, я скажу да. Ну, Фил, он, да, юморной. У него потом еще отдельно будут квесты. Так, ну все. В принципе, мы миссию выполнили. И давайте поедем сохранимся. Но сохранимся мы тоже около клуба Малибу, чтобы в следующей серии нам не пришлось ехать на квест. Но пока едем. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Это все стимулирует снимать как можно чаще и как можно лучше. Также вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к этому видео. Там вы можете узнать последние новости, просто пообщаться, либо задать свои вопросы мне. Также, если вы видите рекламу на видео и у вас не стоит отблок, ну, он у вас и не стоит, если вы рекламу видите, то, пожалуйста, кликайте не на рекламу, этим вы мне поможете, поверьте. Ну, я никого не вставляю, просто если не сложно, кликните, буду благодарен. Ну и все. Также, как всегда по традиции, чаще сохраняйтесь. Сейчас мы тоже сохранимся. Желательно делайте запасные сейвы и проверяйте их работоспособность. Поверьте, это все сбережет вам нервы и ваше время. Потому что это проверено и не раз. Многими людьми. Так, ну давайте на мобил ответим. Подойди к телефону в маленькой гамме. Хорошо, обязательно. Но потом. Ну и все, сохраняемся. Так, нет выхода. Выход есть. Все, спасибо еще раз, что смотрели. Увидимся, до скорого. И не болейте. Продолжение следует...